Девчонки, всем огромный привет! Сегодня я решила записать влог. У нас свободный день. И, ну как свободный, относительно свободный. Женя сегодня на кухне доделывает, ну такой мини-ремонт. Мы решили освежить, покрасить там стены. Одну часть белый цвет и другую часть бежевый. И сейчас он там переставляет кухню. А я решила записать начало к влогу. Мы тут ездили в Таллинн по магазинам, так что я немножко там поснимала. Правда, там везде музыка играет и боюсь, что могу нарушить авторские права. Так что я сначала загружу видео, посмотрю так, не будет ли каких-то проблем. И потом, если не будет, то есть авторские права не будут нарушены. Я тогда уже с диалогом загружу как бы наш влог. Я, кстати, там вот купила вот такую накидку, ну типа кардигана в резервте. Потому что там были 30% скидки на весь абсолютно товар. Так что я там знатно так приборохлилась. И обязательно вам покажу свои покупки одежды уже в каком-нибудь отдельном видео. Просто балдеет ее капюшона. Когда я только ее смотрела, вроде бы капюшон был такой, ну, маленький, невзрачный. Но когда я на голову его надела, то он достаточно такой объемный получился. И даже так по улице прикольно ходить. Я уже ходила, одеваешь кожаную куртку, и этот капюшон либо сзади болтается, либо на голове. Вот, также покажу вам, какие покупки из косметики. Ну, в общем, сами все увидите. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И всем приятного просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 я пришла сюда мужскую сумку посмотреть у меня такой в школе был это симпатно, она кстати не очень большая у нее ручки тоже живы сколько здесь стоит если здесь такая же цена, нет смысла там не нравится я не знаю, вам нравится качество этого вещей, у нас вообще она стоим цена одинаковая, да, та же цена 70 евро мы сегодня приехали, чтобы встретиться с Аней и Антоном и мы только в 6 часов встречаемся, потому что Антон работает поэтому мы решили погулять по магазинам сейчас везде скидки здесь меня не арестуют, потому что я тут снимаю мы вернулись обратно в завару за сумку да пойдем в свой любимый косметический отдел там наверное снимать нельзя я если честно, очень нравится тут снимать здесь очень злостные охранники вот тут я покупаю ресницы здесь сотрудники везде уходят, мы точно не понимаем чтобы лицо оскорбить всего лишь 22,99 евро всего лишь 22,99 евро нам не придет посылка у нас вообще все просто есть, просто все любые фирмы это я видела вот всякие клевые расчески штангл тизер я не знаю видели вы или нет, у Буржуа появилась вот такая новая серия лаков ну по крайней мере для меня она новая, потому что я до этого никогда их не видела очень классный по качеству, порадовали у меня сейчас вот этот оттенок нанесен это номер 10 отличная кисточка с одного покрытия дает такой плотный цвет то есть не оставляя никаких просветов этот лак тоже очень хороший, не полосит ничего чем обычно грешат вот такие оттенки у других каких-то марок и так что всем советую, если вдруг где-то увидите то обязательно берите, я думаю, что они вас не разочаруют Женя когда возвращался домой, летел через Германию и в Дьюти Фри покупал мне пару продуктов и вот один из них были вот эти туши от Лореаль карандаш мне понравился, но туши полный отстой правильно говорили девочки во-первых, они воняют действительно каким-то клеем во-вторых, они ресницы вообще нормально не красят то есть в один слой бы накрасили второй же нанести практически невозможно многие девочки говорили, что кисточка гнется это очень мешает, мне это в принципе не мешало но такой эффект, который дает эта тушь, это просто полный отстой поэтому вообще Соня поэтому вообще этими тушами я недовольна очень расстроилась не знаю, может быть кому-то отдам но они обязательно подойдут ой, пойдут в мои косметические разочарования Катит Делаешь Женя вчера нашел мой стратегический запас ваты потому что такой расходный материал и для ногтей надо и для лица говорит, наверное у нас дома где-то должна быть канистра со средством для снятия макияжа я решила собрать все свои до макияжа сейчас покажу сколько у меня вообще их оказалось, что у меня и достаточно много всех фирм вообще но тоже они очень быстро кончаются вот этот новый я еще купила плюс к двум биодермам и вот этот гарниер я уже практически использовала но мне не понравилось больше покупать не буду я не знаю, скажите, девчонки, у вас тоже вы записаетесь именно вот этими средствами для снятия макияжа либо там ацетоном потому что я еще себе ацетон купила эти вещи очень-очень быстро кончаются я себе на Алиэкспресс вот вчера или позавчера забрала посылку с почты это вот такая штучка для того, чтобы сушить кисти но не в таком положении, как у меня сейчас вообще эти кисти нужно их перевернуть обратной стороной в общем, ну я не буду использовать ее именно для сушки ну по крайней мере пока точно а использую для того, чтобы все кисточки видеть потому что они в стакане обычно смешиваются и если вам вдруг будет интересно то я ссылку на эту вещицу оставлю снизу в инфобоксе потому что девчонки в инстаграме меня многие спрашивали а там ссылки не кликабельны поэтому я не могла туда добавить а мне еще спрашивали видео с конкурсом храню ли я запасы уходовой косметики и сейчас вам покажу не знаю, много ли это или мало у меня ее вот столько здесь у меня лежат разные миниатюрки тут и пробники разных духов есть и также смывки органком тут разные маски у меня лежат вот в этом отсеке тоже всякие пробники лежат которыми я еще не пользовалась вот не знаю, почему-то не люблю пробниками пользоваться мне кажется, с одного применения вообще ничего не понятно будет дальше здесь у меня эти до макияжа лежат потом здесь кремы разные и здесь тоже у меня кремы и для волос все так что в принципе, наверное, те, кто является большими поклонниками уходовой косметики не оценят такое количество, а те, кто привык пользоваться там двумя-тремя кремами может быть для кого-то это, конечно, покажется и много это мои джинсы с ней рваные да уже и модные джинсы с рваной коленкой вот у тебя такие похожие только у нее рвания нет у тебя бойфренды, да? у меня других а мне герлфренды для герлфрендов слишком широкие но есть герлфренды в инстаграме и что, их мужики носят? ну, выглядят так, как вы тут действительно у подруги спер такие воттягивающие, плюс еще короткие иди сюда, вперед иди сюда, съемка лоточка с кармашком ну, не, может нет мотоцикла тут не хватает нет, мотоцикла так вот такая куча косметических покупок я обязательно потом отдельное видео сделаю о них расскажу свое мнение, что понравилось что нет, вот это одна часть и еще у меня также и вторая часть, ну, это то, что я покупала вчера и здесь есть вещи, которые вот это, вот это, это Женя мне привозила с немецкого дьюти-фри и также я купила вот такие два набора точнее, один бантик отдельно и вот такой набор вот и с этим я делаю уже прическу я вставлю фотографию, чтобы вы видели мне очень нравится, когда такой, как бы, как гулька, да и сзади под ней вот бантик очень красиво смотрится, очень мило обязательно, не знаю, может потом сделаю видео потому что девчонки просят но чисто технически все это, ну, как-то, я не знаю ужасно делается и я сегодня после влога, наверное, хочу записать вот этот макияж потому что на него были запросы и тогда я уже, наверное, израсходую все вот эти синие тени которые у меня оставались и уже палетку, не знаю, выкину, наверное но думаю, что сегодня как-то есть такое вдохновение погода более-менее наладилась и, наверное, я все-таки запишу этот макияж